игры 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 всего 4 буквы а так много в них смысла может быть для стороннего человека слово игра это всего лишь игра но каждый из вас на ответ играя в игру наверняка спросит в какую ведь вариантов так много от безумного противостояния призывателей и террористов с контр террористами до романтично душевно трогательного игра фильма где на час игры приходится 10 минут геймплея и 50 минут сюжетных диалогов от невероятного приключения где перед тобой огромный мир и ты его единственный избранный спаситель до тактически стратегически захватнических сражений где ты лишь командуешь многотысячными армиями в попытке вернуть себе свои же земли благодаря этому игры это искусство какие-то больше какие-то меньше причем многогранное искусство правда иногда в рамках эксперимента конечно же для удовлетворения самых взыскательных требований разработчики игр идут на весьма рискованный шаг и пробует объединить несколько жанров создавая что-то новое неповторимое и невероятно уникальное как например это сделали epic games представив на суд свое творение for tonight некая смесь жанров шутера tower defense и майнкрафта в оболочке мультяшной графики зомби и огромных возможностей заботливо внедренных игру разработчиками а фортнайт мы сегодня и поговорим привет ковбои мое имя эвойс эребус это просто канал об играх и на повестке дня у нас занимательная игра for tonight от epic games создателей парагорн буллет шторм и например gears of war я буду называть их просто эпики для удобства и в отличие от тех трех игр которые я назвал выше с весьма своеобразной я бы даже сказал односторонней направленностью for tonight с первых минут приятно удивляет своим разнообразием и возможностями которые стоят на границе жанров а вот какие это жанры и какие возможности это нам дает мы сейчас по порядку и разберемся но скажу сразу что такое for tonight я так-то до сих пор не разобрался с первых минут игры это напоминает обычный а впоследствии и кооперативный шутер в рамках которого ты используя разные огнестрельные или мили оружия уничтожаешь орды зомби всех видов форм и расцветок пытаясь выжить сам и что-то защитить или выполнить другое задание примерно как в left for dead но не совсем и первое на что следом обращаешь внимание так это то что оружие можно как просто находить на карте так и самому вот прям в любое время собрать из ранее найденных рецептов правда для этого нужны определенные ресурсы которые ты сам же ищешь на картах собирая разбирая и создавая всякий мусор в том числе уничтожая все что тебя окружает вот прям практически все от деревьев кустов и мусорных баков до машин и целых домов в итоге насобирав ресурсов которые делятся на простые и особые простые это дерево камень железо а особо это всякий металлолом разные виды руды батарейки пружинки и прочее более редко бильберда ты создаешь себе оружие возможно даже оружие мечты но и это лишь начало ведь из тех же самых ресурсов при наличии рецепта ты можешь собрать еще и ловушки и уже не сам убивать зомбиков а использовать хитроумные схемы тотального уничтожения мозгляков тут-то кстати называют зомби завязанные на ловушках в причем при этом тебе поможет режим строительства где ты из базовых дерева камня и железа можешь выстраивать простейшие линии обороны или даже целые замки и форты и того мы тут видим left for dead в плане кооперативного шутера майнкрафт в виде сбора ресурсов и строительства и практически любую игру в жанре tower defense пусть это будет орг маздай все это приправлено наличием огромного количества оружия ловушек героев квестов ресурсов защитников вылазок пиньят сундуков и прокачки 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 боже как же тут много всего если честно хрен разберешься в начале а ведь все началось с обычной глобальной катастрофы некоего шторма который уничтожил большую часть населения земли вроде 98 процентов и с помощью бесконечной армии зомбиков простите мозгляков пытается уничтожить оставшихся мы играем за одного из таких выживших но не просто человека а командира попавшего в секретную лабораторию или даже скорее исследовательский центр который как раз стремился изначально предупредить катастрофу а теперь пытаются ее ликвидировать так что спасение мира отныне в руках робота лучик который будет всему обучать и вообще становится главным закадровым голосом рассказывающим сюжет и и команда подчиненных помоги подай ну и конечно же в ваших руках а точнее голове ведь вы выступаете в роли командира который сидя в том самом исследовательском центре через vr-шлем подключается к героям и управляет ими аки в персонажами из виртуальной игры постойте ка в любом случае на удивление сюжет тут есть он не очень быстрый не очень эмоциональный не очень важный для понимания игры но при этом интересный тебе хочется узнать чем же все-таки закончится все это а достаточно большое разнообразие всего и вся позволит вам не заскучать ну по крайне мере на начальных этапах игры но это в целом теперь давайте пройдемся по некоторым тонкостям игры начнем с графики она тут как вы сами видите мультяшная отлично прорисованная некоторыми героями так и наслаждаешься отлично анимированная особенно эффект уничтожения объектов как будто толкая жилишку у почти всех объектов есть несколько визуальных эффектов наполнения если вы что-то собираете или поломки если что-то ломаете но это все равно мультяшная графика и гипертрофированные модельки то есть никакого сопереживания к ним ты не проявляешь они не выглядят да и не ведут себя как реальные люди а модельки всякой бытовой утвари и машин ничего кроме милой улыбки не вызывают и хотя лично мне такой стиль графики не очень нравится я люблю либо реализм либо больше комиксовый стиль но наблюдая за всей этой картиной ты как бы настраиваешься на определенный расслабленный лад тебя уже не парит что твои сокоман некий дебилы и вместо обороны точки пошли строить какую-то вышку в небеса тебя не волнует что ты случайно попал под раздачу монстров и тебя убили а пробегающий мимо сокоманник пробегает дальше ты видишь что это всего лишь игра что машинки желешки что персонажи нарисованы и это как-то легче воспринимается проще говоря у тебя не подгорает не знаю из-за графики ли это точно но за это очень хочется похвалить игру впрочем есть и не самые приятные моменты нет нормальных погодных эффектов смена дня и ночи скорее является применением обычного фильтра с какого-нибудь обычного на затемненный а фиолетовый фильтр бурю бесит вообще до жути нет разнообразия в локациях фактически всего 2 это лесная территория и город так что если поначалу ты немного ходишь и исследуешь зоны так как интересно что тут есть то уже где-то через десять игр делаешь только то что от тебя требуется по заданию в итоге то что есть сейчас это неплохо графика текстурки стиль все в принципе на уровне не хватает эффектов и разнообразия будь то абсолютно других по стилю локации или новых погонных эффектов фильтров или просто всяких графонистых штук сюжет а сюжетом в игре тоже в принципе все хорошо но вот правда не то чтобы это было на уровне last of us ну или не знаю того же heavy rain тут сюжета ровно столько сколько его должно быть в игре про геймплей он связывает мир рассказывает и объясняет откуда у тебя такие возможности что тут вообще происходит и зачем мы это делаем тут есть предыстория и бэкграунд которые тебе рассказываются по мере прохождения сюжетной линии и более того тебе реально становится интересно чем все там это закончится спасем ли мы мир откуда появился этот шторм кто и откуда о нем знали и как получилось вообще противостоять ему то есть сюжет как бы для галочки но не только то есть ты не стремишься его прям так сильно узнать но новую информацию слушаешь и она тебе интересно при этом сама подача миссии в игре построена довольно странно есть несколько больших локаций разделенных на маленькие и приуроченные к локациям миссии в рамках каждой из них есть шаги допустим в первой локации этих шагов 10 в каждом шаге есть этапы ну например от 1 до 5 и в каждом этапе есть задачи базовая задача и дополнительные задачи базовая задача всегда примерно одинаковая это либо защитить точку по той или иной причине найти выживших или что-то сопроводить по крайней мере других я пока еще не встречал дополнительные задачи тоже бывают разные во первых это сайт квесты самой карты их ты находишь исследуя область они выполняются здесь и сейчас и там же сразу тебе выдается награду во вторых это дополнительные сайт квесты самой игры они обычно действуют не в рамках какой-либо карты или миссии а ты можешь их выполнять где угодно и как угодно соответственно награда выдается только по ее завершение и в третьих это сюжетные задачи иногда они могут просто соответствовать базовой задачи или сайдом внутри карты но чаще всего это просто миссия по типу найти 5 осколков единого целого и только после того как ты выполнил и основную задачу и дополнительную тебе становится доступен следующий этап причем выполнять задачи ты можешь как угодно сначала собрать все что требуется по сюжету на провалить основную миссию потом отдельно пройти основную миссию и в итоге то тебя все равно протолкнет дальше в этом плане игра не очень много требует от игрока за несколько десятков часов не потребовалось всего лишь один раз переигрывать миссию повторно так как на карте просто не нашлось квестовых айтомов ну ну или я просто их проморгал к слову поговаривают основная сюжетная кампания тут вообще часов на 200 не знаю верить или нет но учитывая что я так и не прошел первую локацию то вполне вполне так что в итоге наличие сюжета это явный плюс ведь иногда этого так не хватает тех же майнкрафтах или пугах даже на том уровне на котором он подается фортнайт хотя эпики явно пилили игру про геймплей собственно говоря про геймплей ты великий командор подключенный к матрице и управляющий героями героев к слову 4 класса вояка основная специализация которого урон и стрельба конструктор про постройки и защиту ассасин про мели урон из тени сюрикенами и путешественник про сбор и добычу ресурсов и мусора зависимости от класса у тебя есть пассивный буст твоей специализации активные скиллы по твою специализацию и даже твой внешний вид отражает твой класс например конструкторы более тяжелые ибо таскать металл не так то просто а те же ассасины наоборот тонкие и гибкие впрочем в классах есть еще и условные под классы которые отличаются в основном внешним видом и активными скиллами например у ассасина есть под классы со скиллами на сюрикены мечи дымовые бомбы атаки ногами ну и так далее так что ты будучи великим командором в матрице управляешь таким героем и именно им выполняешь миссии почти все миссии можно разделить на два этапа подготовка это когда ты собираешь ресурсы выполняешь сайт квест и готовишься к выполнению основного задания и само основное задание обычно заключающиеся в обороне точки от нашествия мозгляков я еще встречал миссии по поиску выживших это когда у тебя цель всей миссии найти и спасти как можно больше выживших там ты ничего не защищаешь а по сути только выполняешь первый этап на время у твоего героя в распоряжении есть оружие для убийства мозгляков это либо огнестрельное оружие на любой вкус и цвет или оружие ближнего боя разнообразие в пушках большое и найти то что тебе по вкусу не составляет труда также твой герой неплохой строитель и буквально из того что валяется под ногами сумеет построить все что угодно от маленькой деревянной каморки до огромных каменных и железных фортов попутно защищая их ловушками причем все строительство сводится к постановке полов стен и потолка из дерева камня или железа и если необходимо последующие их редактирования например стены в режиме редактирования представляют собой матрицу три на три если убрать блок по центру то соответственно получится окно два нижних блока посередине дверь 6 верхних блоков низкая баррикада строительство крайне удобно и простое единственный косяк это если ты что-то построил то чтобы это убрать придется все ломать вручную случайная стеночка ну не проблема а вот перестроить всю свою базу уже проблематично кстати о собственной базе самом начале игры наш основной персонаж попадает в главную базу из которого происходит управление героями из этой же базы действует некое средство защиты от мозгляков под названием с штормовой щит который вам необходимо периодически защищать по сюжету вот именно на этой локации вы и строите свой собственный защитный форт который всегда остается с вами тем кто любил строить замки в майнкрафте или фоллаут тут очень понравится для остальных же железного купола скучного но эффективного будет достаточно здесь кстати дальше реализует возможность самому спавнить атаки на свою базу а то только по сюжету это делать не очень интересно какие сказал ранее помимо вашего героя который умеет отстреливать монстров вы можете использовать ловушки и играть фактически в tower defense ловушки устанавливаются на пол стены и потолок и при правильном применении прокачки могут истреблять монстров похлеще вас если бы еще не разные типы мозгляков которых тут более чем достаточно от простых тупых зомби до огромных тварей которые просто врезаются в твою базу и разрушает все на своем пути и это я молчу уже про всяких дальнобойных видим или кидающих газовые баллоны толстков и если поначалу все эти обороны кажется слишком простыми то потом ты понимаешь что одними ловушками или героем не обойтись и нужно эффективно выстраивать защиту против мозляков используя все возможные для этого ресурсы вроде как это и есть весь геймплей собираешь строишь и защищаешь все правда у игры есть большой запас для задротства абсолютно все вещи в игре от героев и оружия до лаушек и дополнительных выживших прокачиваются по трем направлениям во первых все карточки а именно в виде них тут представлена все бывают базово разного значения эпичности от обычных до легендарных во вторых у карточек есть показатель звезд это что-то вроде базового улучшения карточки и в третьих каждую карточку можно прокачивать по уровню тем самым повышая все ее базовые статы и открывая некоторые скрытые особенности причем все три типа улучшения между собой связаны в зависимости от эпичности карты у нее доступно определенное количество звезд на прокачку а каждая звезда это несколько уровней прокачки то есть в итоге все завязано на максимальном уровне прокачиваемости предмета к чему эти усложнения со звездами непонятно мне кстати иногда кажется что запутать игрока это одна из главных целей эпиков при создании этой игры сама суть игры просто и понятно а вот когда выходишь в меню хочется застрелиться от непонимания что в нем делать помимо обычной кнопки играть где ты выполняешь основные сюжетные миссии тут есть карта герои и отряды арсенал навыки добыча магазин и задания при этом каждая кнопка в итоге выдает тебе еще тысячу разных действий например в навыках а это между прочим прокачка есть две больших ветки в первой мы получаем очки при повышении основного уровня и тратим их на скиллы а во второй тоже прокачиваемся но за постоянно начисляющиеся очки исследования то есть если в первой линейке тащит задротства то во второй то как давно ты играешь а во вкладке отрядов ты например формируешь отряды неудивительно повышающие силу твоей базы при этом мощь твоей базы влияет на силу героев а также урон от оружия и ловушек блин жуть как сложно и этому еще нихрена не обучают только всяких контейнеров в игре с десяток типов начиная от кучи вариаций сундуков на самих картах сундуков с выполнением миссий еще и четырех типов лам из которых кстати мы получаем все наши карточки нет это конечно все прикольно когда все что ты делаешь на что-то откликается каждая миссия приносит много всего и скорее всего все это влияет на твою силу более того я сам очень люблю всевозможные линейки прокачки и тащусь от них но поначалу реально довольно сложно во всем этом разобраться так что в итоге весь геймплей у режима спасения мира сводится к уничтожению мозгляков управляемых и и тем или иным способом в коопе или без с применением механики от шутера и игрушек жанра tower defense и майнкрафта но при этом с достаточно большим бэкграундом виде развития и прокачки которые отсутствуют у всяких там пубу гкс и овервотчи так как там все сделано для первичного баланса всех игроков и я даже не знаю как после это длинные триады про геймплей говорить о чем-то еще атмосфера сложно говорить об атмосфере когда речь идет о игре про геймплей мультяшная рисовка не добавляет игре драматизма и трагичности герои выглядят забавными они спасенные выжившие не умирают у тебя на руках покусанный зомби а лопаются как воздушные шары так что серьезных щей тут нет игра просто милая и добрая этот же настрой поддерживает русификация которая тут присутствует и текстом и озвучкой сама озвучка на уровне но в основном все переговоры ведутся от лица робота лучик и как бы вам это сказать когда такой голос говорит о том что вымерла примерно в 98 процентов населения земли и что вы последняя надежда единственный спаситель ты воспринимаешь это как само собой разумеющиеся как будто тебя мама утром разбудила и отправила завтракать только не мама робот и не пить чая спасать остатки земного населения что учитывая общий концепт игры и направленность на расслабленность в принципе входит идеально единственно с чем есть проблемы так это с музыкальным сопровождением музыка или за унылая или ее вообще нет надеюсь это из-за того что игра все еще не в релизе и нормальный полноценный саундтрек прямо сейчас пишется хотя вопрос а нужен ли он этой игре вообще в принципе тоже остается открытым ведь непосредственно со звуковыми эффектами проблем тут нет весь вопрос только в саундтреке в любом случае игра крайне бодренькая благодаря мультяшной графики не очень требовательно и легко пойдет даже на средненьких по мощности машинах причем на высоких локации генерируются хоть и однообразные но случайным образом и все карты так или иначе отличаются между собой иногда можно найти довольно необычные замки и подземные склады а обыскивание территории в поисках нужных по основному и дополнительным заданием айтемов чтобы получить заветные пиньяты или другие плюшки для прокачки персонажей или оружия довольно мотивированы пиньяты кстати это основной ресурс для получения новых карточек оружия ловушек разных отрядов и конечно же героев всего их четыре типа обычная из которой валится всякая фигня обычные дают по заданию или как какую-то мини плюшку лут из нее самый скромный штормовые ламы это как обычные только круче покупаются за штормовую валюту которую можно получить только в рамках выполнения заданий или из других лам лут и штормовой ламы очень хорош и часто дают просто невероятно уникальные карточки и есть еще два типа вилам это пиньяты покупаемые за внутриигровую донат валюту вебаксы которые помимо основного доната также можно заработать на миссиях первая пиньята называется лама с улучшениями она доступна всегда и стоит 100 вебаксов 2 пиньята акционная они обычно бывают разными и с разной стоимостью от 0 до 1000 вебаксов лут тоже бывает разным но обычно он крайне неплох и часто даже лучше чем у штормовой ламы правда эти виламы конечно дают преимущество донатерам это кстати прослеживается и выборе игрового комплекта в самом начале но с другой стороны игра ведь не пвп а значит тебе от этого только лучше когда в твоей команде есть сильный игрок и вы точно не просрете миссию лично мне всегда таких игроков приятно встречать иногда они даже делятся высокоуровневым скрафченным оружием так что очень даже неплохо fortnight от эпиков это очень большая если судить по бэкграунду возможностей и потенциально очень интересная игра а заложенные механики на стыке игровых вселенных впечатляют при этом ей все же не хватает возможности для реализации своего потенциала не хватает даже самого обычного разнообразия в режимах игры радует что игра на текущий момент все еще в тесте и только с 2018 года будет релизнуто и станет бесплатный по крайней мере сейчас так предполагают более того крайне круто что над игрой упорно трудиться обновляя и добавляя новые режимы как минимум уже сейчас в рамках основной игры про спасение мира есть режим бесконечного выживания где ваша цель продержаться как можно дольше времени и защитить точку кстати именно про это изначально задумывалась игра у вас есть . допустим это какой-то жизненно важный генератор и вам его нужно защищать у вас есть день чтобы найти ресурсы построить оборону и ночь которую вы должны пережить отличный режим без излишков и достаточно сложный кстати также буквально на прошлой неделе был запущен отдельный режим не связанной с основной сюжетной кампании это режим королевской битвы как в пубу г только в фортнайт до 26 сентября его тестируют и после будет уже официальный запуск если так можно вообще сказать про игру которая в принципе еще в предрелизном состоянии кстати об этом режиме я как-нибудь подробнее расскажу в итоге фортнайт есть свои плюсы и минусы что пожалуй везде так она своеобразная экстравагантная и немного уникальная что скажу без прекрас цепляет одно дело просто ставить ловушки просто убивать монстров просто собирать ресурсы и строить замки другое дело когда ты делаешь это все сразу вместе и только это позволяет тебе пережить очередную волну мозгляков но как это обычно бывает подходит фортнайт далеко не всем смесь жанров как привлекает так и торгает часть людей как впрочем и чисто сетевая игра мультяшная графика и некое однообразие при этом игра не стоит на месте над новыми режимами работают игровой процесс становится более разнообразным и увлекательным и это одна из самых главных сильных сторон этой игры было бы круто если бы разработчики опубликовали какие-то долгосрочные планы по развитию игры посоветовать я могу лишь не останавливаться я уверен можно придумать очень много интересных реализаций тех механик которые уже есть в игре или например ввести полноценную поддержку модификации заточную например на вручную построенные миссии это было бы крайне круто так что хватит смотреть этот затянувшийся обзор который даже несмотря на всю свою длительность не успел охватить все особенности аспекты игры переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь к спасению мира а на этом у меня все всем спасибо за просмотр если вам понравилось это видео то поставьте ему лайк и подпишитесь на канал если хотите поиграть со мной то в описании помимо ссылки на игру будет и мой ник кидайте дружбу будем спасать мир вместе если же вы заядлый игрок то поделитесь хитростями игры они явно помогут как новичкам так и конечно же мне ну а мы увидимся в новом видео уже очень скоро и пока на этом всем пока пока пока